Это политтехнолог, украинский политтехнолог, с которым мы продолжим обсуждать серые влияния в мире и как они меняются в зависимости от событий в Украине. Виктор, здравствуйте. Добрый день. У нас был очень интересный разговор сейчас с Виктором Ягуном по поводу того, как Российская Федерация влияла, и спецслужбы Российской Федерации влияли на те или иные процессы в разных странах мира. И вот сейчас мы наблюдаем то, что в Российской Федерации происходит массовый арест ФСБшников. Это началась кадровая зачистка. Путин понял, что его подставили? Ну, существует версия, которую, в общем-то, достаточно сложно опровергнуть, заключающаяся в том, что та стратегическая ошибка, которую совершило руководство России связано с тем, что для влияния на политическую обстановку в Украине Россия потратила 5 миллиардов долларов. В принципе, сумма крайне незначительная. Ну, для Украины, может, она и имела какое-то значение, но с учетом бюджетов и ВВП России, ну, прямо скажем, 5 миллиардов добиться результата для того, чтобы ввести какую-то политическую борьбу за власть в Украине. Эта сумма представляется крайне малой. Но при этом, по мнению большого количества экспертов, политологов, политтехнологов, вы знаете, что эта сумма была, скорее всего, практически полностью украдена. И окружение Путина докладывало ему, что есть некие успехи с точки зрения пропаганды российских идей на территории Украины. Ну, а вот уже после 24 февраля президент России убедился в том, что если эти деньги как-то и сработали, то, наверное, против российской идеологии. То есть, собственно говоря, сама форма операции, которую мы видели, то есть нападение широким фронтом, растопыренными пальцами, говорила о том, что российские военные, в общем-то, рассчитывали без особого сопротивления захватить какую-то значительную часть Украины. Ну, любой человек, который хоть чуть-чуть разбирается в социологии, украинской социологии, он прекрасно понимал, что, естественно, Россию ждут серьёзные бои, которым российская армия, в принципе, конечно, и готова, но не в такой группировке, которая у неё была изначально. Что, собственно говоря, и подтвердили события последнего времени, когда россияне сократили фронт наступления на Украину практически на 45%, и теперь их цели стали значительно менее амбициозны, они стараются уничтожить так называемые войска Восточного фронта, которые, собственно, не отступили ни на шаг с тех позиций, которые они занимали в феврале месяце. Риторика Лаврова изменилась. И что меня удивило, если в начале войны Лавров активно заявлял о том, что нам надо бороться с фашистами и неофашистами, то сейчас Лавров говорит, что он призывает россиян бороться с капитализмом и с проявлениями американского капитализма в мире, и что против России восстал весь капиталистический мир. Как можно это рассмотреть с точки зрения политологии? Что вообще в этом обращении? Понятное дело, оно было связано с внутренним слушателем, с россиянами, но как можно прочесть его между строк? То есть прямым текстом сейчас Лавров говорит, что мы воюем фактически с Америкой на территории Украины. Так получается? Или он что-то имел другое? Ну, скажем так, дипломатический язык выражает совершенно не то, что произносится. Господин Лавров объясняет, наш институт политической философии, в который я имею честь возглавлять, провел исследование по материальным потерям России только по военной технике за первые дни войны. Допустимые потери с точки зрения материального ресурса в ходе войны составляют обычно от 3 до 7%. С учетом того, что Россия вложила в группировку, которая ведет наступление на Украину, 100 миллиардов долларов, а за первые 45 дней войны она потеряла 16,5 миллиардов процент, рассчитать, как вы видите, достаточно просто. Россия несет потери значительно больше, примерно в два с небольшим раза, чем планируется при нормальной даже наступательной операции. Более того, последние две недели россияне сократили расход как боеприпасов, так и других элементов, ресурсов, которые они заготовили для подготовки к войне. Если в первые дни войны, например, россияне выпускали 160 ракет по Украине, крылатых и баллистических, и тратили в целом за день порядка 800 миллионов долларов, на расходный материал, ресурсов своей группировки, то сейчас эта сумма сократилась, в день россияне тратят лишь 220 миллионов. То есть Россия напоролась на очень сильное, я бы даже не назвал это словом сопротивление, это хорошо проведенная оборонительная операция, в результате которой понесла сверхнеожиданные убытки. И эти убытки связаны еще с тем, что если Россия, допустим, в силу того, что за время правления Путина в так называемый мертвый капитал, то есть капитал, который был переведен в средство уничтожения другого капитала, то есть имеется в виду военная техника, ну допустим, вы тратите деньги на производство танка, ничего другого, как уничтожить другой капитал, инфраструктуру, людей, ничего этот капитал сделать не может. Так вот, за время правления Путина Россия в бабахало, я не побоюсь этого слова, в мертвый капитал 1 триллион 100 миллиардов долларов. Но тем не менее самые современные виды оружия у России имеют значительно меньшие ограничения. Итак, на сегодняшний день Россия потратила больше 50%, ну например, россияне очень гордятся ракетой «Калибр». Ну вот Россия потратила за первые дни войны более 300 ракет «Калибр». А мертвый капитал имеет одну особенность, он все равно расходный материал. Тогда возникает вопрос, за какое время российская промышленность, даже без учета санкций, может компенсировать вот эти, допустим, 300 ракет. Я почему говорю «допустим»? Потому что, скорее всего, на самом деле их было больше. При этом надо понимать, 300 ракет, средняя цена ракеты, которые… Ну давайте даже не 300 ракет, давайте возьмем 2000 ракет, всех ракет. Даже с учетом того, что большую часть ракет, которые Россия отстрелила, крылатых по Украине, это ракеты украинского производства, которые Украина передала в 1999 году России, которые Россия отходится, в общем-то, бесплатно, так как и все ракеты, которые достались ей после распада Советского Союза. Но тем не менее, если брать современные ракеты, Россия может производить, например, крылатых ракет типа «Калибр» не более 200 в год. А потратила она их больше 300, может быть, даже около 400. Поэтому, даже если Россия, сейчас я скажу пошлое слово, проведет дополнительную инвестицию в группировку войск, которая ведет боевые действия на Украине, допустим, в том же объеме 100 миллиардов, технологический уровень этой группировки резко упадет. Поэтому россияне стремятся теми силами, которые у них были, ну, скажем, почему я говорю «были», потому что потери в 16% группировки никто не ожидал. В данном случае я напоминаю, что я говорю именно о потерях ресурса группировки. За месяц войны потерять 16% — это еще уметь, надо так тратить деньги. Ну, вы скажете, да, конечно, получается, что когда они стреляют ракетой ценой в несколько миллионов в биотуалеты, естественно, расход ресурса становится неадекватным. Но тут надо учитывать то, что расход ресурса подсказывает нам потери и по личному составу. И равен он 3 человека, которые погибли, на 100 миллионов капиталов вложения в группировку. Извините, я сказал на 100, на 10 миллионов капиталов вложения в группировку. То есть если бы на 100, то тогда было бы не так страшно. Соответственно, Россия не может вести продолжительную войну на том же техническом уровне. Лавров это знает, ему военные об этом сообщили. А то, что у русских войск все идет не по плану, нам еще подсказывает то, что за 47 дней боевых действий на Украине группировкой русских войск, которые находятся на территории Украины, уже сменились три командующих. Три командующих сменилось. Российская армия тратит огромный ресурс и при этом не добивается, в общем-то, никаких особых целей. То есть на самом деле господин Лавров говорит об этом, потому что увеличение, эскалация конфликта сейчас для России, если даже и приемлемо с точки зрения идеологии, то это дополнительные инвестиции, на которые Россия, мягко скажем, не рассчитывала, при этом инвестиции с резким понижением технологического уровня группировки. Вот о чем говорит Лавров на самом деле. Хорошо. Получается, что у них впоследствии в бюджете будет огромная дырка, если она есть уже не на сегодняшний день. Еще не стоит забывать о том, что они потратили очень много денег на постройку и сертификацию Северного потока-2, который сейчас просто оказался мертворожденным ребенком. Они рассчитывали на то, что у них будет неплохо окупаться этот проект, и он уже, по идее, должен был бы работать. И сейчас мы наблюдаем такую ситуацию, что в России, где 150 миллионов населения, скоро начнутся большие проблемы с деньгами. И как тогда объяснить людям, что во всем виноваты бандеровцы и фашисты? Надо как-то находить выход из ситуации. Поэтому они набирают сейчас неподготовленных ребят, как пушечное мясо, в огромном количестве, и всячески пытаются с помощью пропаганды, угроз и страха спровоцировать людей на то, что надо идти воевать. Во-первых, это хороший отвлекающий маневр. Пока люди воюют, им на все наплевать. Во-вторых, они выигрывают себе время, потому что на восстановление инфраструктуры, на восстановление сил после войны нужны долгие годы. Таким образом, они и рейтинг себе подняли, и причину нашли, на которую можно все списать. Я правильно вообще выражаюсь? Может, поправьте меня? Ну, огромные дырки в бюджете России в общем-то образоваться пока не может, по той причине, что свои 200 миллиардов долларов за поставку нефти и газа Россия получает, а пока не будут заблокированы так называемые бельты, то есть проливы около Дании, выход из Балтийского моря и Дарданеллы, то есть поспор и Дарданеллы около Стамбула, Россия будет получать постоянно подпитку капитала и во многом компенсировать. То есть денег, которые будет получать Россия в два раза больше, чем им надо для того, чтобы сформировать новую группировку. Но я еще раз повторяю, Россия получает гарантированно в бюджет 200 миллиардов от поставок на Запад, от энергоносителей. А затраты России на войну составляют приблизительно всей группировки, даже с расходными материалами, 100 миллиардов. Плюс за все время войны Россия потеряла всего 16,5 миллиардов. Тут надо понимать, что ВВП России, номинальный ВВП России, в 10 раз больше, чем номинальный ВВП Украины. И за время правления Путина он составляет 28,5 триллионов долларов. При том, что у России, в общем-то, потери на сегодняшний день составляют блокировка их активов на сумму от 400 до 640 миллионов. Говорить о том, что Россия не сможет восстановить группировку или потеря Северного потока-2, сильно на нее повлияет? Нет. Куда большие проблемы для России составляют неуспешность проведения военной операции в Украине. А российский народ, я вчера давал интервью и там прочитал комментарии, и я говорил, пугал, так сказать, россиян теми проблемами, которые у них будут в связи с санкциями. Поскольку если начнет работать мультипликатор санкций, ну, например, может остановиться железная дорога, говорил я. Знаете, что ответили россияне в комментариях к этому видео? Ничего, мы потерпим. Тут вопрос заключается в том, что современная война имеет три уровня. Первый уровень называется в современной философии это война Ареса, война на уничтожение. То есть вот войну Ареса хотела провести Россия, когда начало наступление на широком фронте. Второй уровень войны называется война Афины. Вот сейчас мы как раз в санкции, это как раз война Афины, например. То есть это война плюс экономическое давление. Но войны выигрываются, и мы это знаем на примере как Первой, так и Второй мировой войны, так называемой войной Аполлона. Это война идеологии. На сегодняшний день, к сожалению, следует признать, что России удалось оградить свое население от информации, от информационного потока. И поэтому не очень образованная часть российского населения искренне верит в то, что Россия не тратит. Представьте себе, если бы какому-нибудь жителю Кемерово, например, там, я не знаю, или там Саранское, сообщили, они радуются, что ракета попала в дом в Киев. Но они не понимают, что из бюджета их страны улетело там 3 миллиона примерно долларов и попало в дом, в котором за эти 3 миллиона долларов они убили несколько девчон неповинных старушек, к тому же старушек, которые этнически ничем не отличаются от жителей Саранска или Кемерово. И в этом случае, если бы эта информация доходила до россиян, что любой день войны это удар по карману каждого из них, плюс чем дальше будут работать санкции, тем более вероятно, что мультипликатор развала экономики сработает, а соответственно, россияне не понимают одного, того, что как только Путин начал военную кампанию против Украины, он низверг российскую экономику и вместе с ней украинскую экономику в бездну, которую восстанавливать придется примерно 3-м поколениям жителей не только Украины, но и России. Война идеологии, как ее выиграть и на что стоит обратить внимание? Война Аполлона, как она выигрывалась? Война Аполлона, прежде всего, выигрывалась четкими мессенджерами, мессенджерами о том, что, собственно говоря, ключевой мессендж войны Аполлона всегда был, что вы, собственно говоря, вот условно многие задают вопрос, почему россияне не задумываются, говорят, допустим, российская идеология говорит, надо уничтожить фашистов в Украине. Первый вопрос, который должен задавать себе житель России, а при чем тут Россия? Почему? Уничтожением. Даже если, допустим, в Украине есть некие жуткие фашисты, то совершенно непонятно, почему за уничтожение этих фашистов должен платить каждый житель России. Пока парадокс войны Аполлона заключается в том, что пока война не пришла в ваш дом, вы слушаете идеологию. Как только война пришла в ваш дом, вы начинаете слушать голос разума. Мы это видели на примере Германии, два раза проигравшей войну. Да, поражение в войне создает националистические настроения. Мы помним эту легенду о Гитлере, что когда он узнал, что Германия капитулировала капитулировала в Первой мировой войне, он лежал в госпитале, ослепнув после химической атаки. И когда ему медсестра сказала, что Германия капитулировала, он там сорвал повязки, и оказалось, что он прозрел. Но это очень незначительная часть населения таким образом прозревает. Основная часть населения происходят те события, которые происходят как по окончании Первой мировой войны, так и по окончании Второй мировой войны. К сожалению, идеологическая машина, современное постмодернистское общество может создавать искусственные, виртуальные, искусственные реальности, искусственную систему символов. И люди готовы положить свою жизнь за то, что на самом деле им вредит. Надо достучаться до российского общества, но, как отмечает большинство на сегодняшний день философов в мире, к сожалению, российское общество жаждет убивать. Пока российское общество жаждет убивать, и изменить это мировоззрение крайне сложно, поэтому Путину удается не сгрыгать в бездну как Россию, так и Украину. Я веду в первую очередь в экономическом плане. Еще раз повторяю, примерно те потери, которые понесет украинская экономика, это восстанавливает. Уже сейчас экономисты считают, что украинская экономика понесла убытков. Инфраструктура Украины разрушена примерно на сумму 350 миллиардов долларов. Это при том, что номинальный ВВП Украины составляет 170. Но Украина же не сможет только заниматься восстановлением инфраструктуры. А тут становится непонятна ситуация. Ну хорошо. Общие оценки потерь Украины в войне составляют порядка 2 триллиона. Кто будет восстанавливать? Война не остановится. Уже нет возможности. Для России, которая потратила на войну 100 миллиардов, вот если она даже захватит какую-то территорию Украины, ей придется потратить сумму намного больше. А если Россия вдруг ни с того ни с сего замахнется на всю территорию Украины, то России придется рассчитывать на то, что для того, чтобы восстановить украинскую инфраструктуру, ей надо будет вложить 2 триллиона, что превышает ВВП самой России. Соответственно, из этого мы понимаем, что сама по себе идея захвата всей территории Украины убийственна для России. Но даже захват части территории Украины убийственен для российской экономики и в значительной степени уничтожает технологичность российской армии. Поэтому пока что у нас есть шанс на то, что в России все-таки отдумаются и поймут, что ввергать свою страну на прозем... Ну, все-таки подумайте о правдуках. Хотя бы о правдуках. Остановитесь. Я еще раз повторяю. В активной фазе войны жители Кемерово, Саранское, не знаю, Грозного, Ставрополь. Подумайте. Ваша страна тратит в день до 800 миллионов долларов на то, чтобы убивать украинцев и разрушать их инфраструктуру. Теперь представьте себе, что эти деньги... Вот каждый день 150 миллионов россиян получали бы в виде какой-то материальной поддержки 800 миллионов долларов. Как бы люди жили. Ну, если вам больше нравится в патриотическом угаре давить на то, что надо убить каких-то украинских националистов, которых вы в глаза не видели и никогда не увидите, ну, продолжайте платить за это. Ну, только помните, что платите и вы, и ваши дети, и ваши внуки, и ваш разбитый туалет, который вы могли бы спокойно сделать золотым, он улетает в виде ракеты по какому-нибудь панельному дому в Киеве, в Харькове, убивая людей. Но если вы считаете, что это рациональное действие цивилизованного человека, продолжайте в том же духе. Но я еще раз повторяю, когда я это объяснил в одном из эфирей, туда, как обычно, набежали российские зрители и говорят, что вы потерпели? Что вы? Какая цель? Можно мы подведем такой итог? Судя из всего вами сказанного, я понимаю, что победителей в данной войне не будет, будут лишь проигравшие. Что проиграет по факту Российская Федерация? У нас осталась еще одна минута эфира. Вот конкретно, что проиграет, кроме своего будущего и будущего своих детей, что проиграет каждый россиянин? Ну, Россия уже проиграла, потому что миф о том, что Россия никогда ни на кого не нападала, который создавался, вела справедливые войны, который создавался, ну, можно сказать, в течение восьми веков, он развалился. Кроме того, Россия, как геополитическая единица, всегда претендовала на статус ведущей сердцевинной страны, идеология которой определяет геополитику во всем мире. На сегодняшний день, к сожалению, одним движением руки российское руководство, все эти идеологические наработки, всю эту славу России, которые создавали предки россиян, да и не только россиян, но и украинцам, что интересно, со времен Александра Невского одним легким движением руки руководство России просто сливало в унитаз. Спасибо, дорогие и уважаемые зрители. Я хочу передать дальше свой эфир Александру Бухтияру. Напоминаю, у нас Виктор Савинов был политический эксперт в эфире. До новых встреч, Виктор. Я думаю, что эту тему стоит продолжить. Мне очень нравится ваша точка зрения, потому что я ее приемлю всей душой и сердцем. И я надеюсь, что мы с вами сможем пообщаться в ближайшие дни. Спасибо вам за такую чудесную, замечательную аналитику. Если можно будет, я вам отправлю вопросы для следующего интервью заранее, чтобы мы с вами все смогли обсудить. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.